Здравствуйте дорогие друзья! Я хочу это примерить, а то о чем пишет Борисулам, давайте начнем первый отрывок, пожалуйста. Итак, все оценивается не по тому, как выглядит в определенный момент, а по степени своего развития. У всего существующего в действительности и хорошего, и плохого, и даже наихудшего, и самого вредного в мире есть право на существование. Никакое явление нельзя истреблять и уничтожать. На нас возложена задача лишь исправить его и возвратить к источнику. Здесь очень такой интересный момент, мы с вами видим, что нам в любой ситуации кажется, что есть что-то хорошее, есть что-то плохое. Что-то нам мешает, мы бы готовы были от чего-то избавиться, с чего-то убрать, что-то там исключить из картинки или как-то вообще изменить. Вот, иногда просто истребить, иногда просто, ну, уничтожить хотим что-то такое, что нам мешает жить, да. Как в нашем внутреннем состоянии, какое-нибудь состояние, настроение, мысли, желание, уровень развития, там, не важно. То есть, что бы мы ни чувствовали, что-то нам не нравится, и вот мы от чего-то хотим избавиться. Так и во внешней картинке мира. Вообще, половину народу бы мы хотели, чтобы жили по-другому, а может и больше вообще, все даже люди. Вот, ну вот давайте посмотрим, насколько это правильное отношение. Вот, Бальсулам, по крайней мере, говорит, что ничего нельзя истреблять и уничтожать, и на нас возложена задача лишь исправить и возвратить к источнику, да, то, что нам не нравится. Вот, давайте поглубже с этим разберемся. Итак, следующий отрывочек прочитаем. Вся действительность, как в общем, так и в частном, находится под властью законов ступенчатого развития. Когда мы ощущаем горький вкус плода в начале его развития, мы не воспринимаем это, как порог или изъян плода. Ведь плод еще не завершил процесс своего развития. Так, и если что-то кажется нам плохим и приносящим вред, то это является лишь свидетельством того, что этот элемент все еще находится на переходной стадии в процессе своего развития. Поэтому мы не вправе выносить решение, что он плох, и пренебрегать им, так как не от мудрости это. Вот, ну а что от мудрости? А от мудрости мы должны понимать, что действительно мы видим любую, любую картинку, как часть чего-то целого, да. И вот, если нам что-то, нас что-то не устраивает, если нам что-то не нравится, если что-то нам против вызывает протест, негодование, ненависть, любую отрицательную эмоцию, это не значит, что мы должны этой эмоции поддаваться. Это значит, что мы должны понимать, что мы смотрим картинку, какую-то промежуточную в нашем, вот в этом большом кино, о развитии моей души. Я сам наблюдаю свою внутреннюю картинку, или о развитии мира, то, что мне представляется сегодня нашим миром, мне кажется, вот такое у меня отношение к этому. Поэтому, для нас вывод очень простой. Что бы я ни чувствовал, я должен помнить, что это всего-навсего элемент какой-то, который находится в стадии развития, еще он не находится в совершенном состоянии. И моя задача не изменять, не исправлять, не уничтожать, не истреблять, а понять закон развития, включиться в него, и почувствовать, оправдать, оценить это, как вот то, что соответствует наилучшим образом моему сегодняшнему состоянию. Следующий отрывочек, здесь термин такой у нас появляется, исправители мира, мы сейчас поймем, что это такое. Исправители мира нацелены на то, чтобы искоренить в роде человеческом все зло и все, что приносит вред. Если бы творец не противостоял им, они давно успели бы просеять человечество, как сквозь сито, и оставить в нем исключительно хорошие и приносящие пользу. Однако творец тщательно охраняет каждую частичку в своем творении, и никому не позволяет уничтожать что-либо из того, что находится в его власти. В соответствии с этим исправители мира исчезнут с лица земли, а зло в мире нет. Оно существует, то есть зло существует, и отсчитывает число ступеней развития, которые обязаны будут пройти все элементы творения, пока не созреют окончательно. Так вот, мы здесь сталкиваемся с понятием исправителя мира. Исправитель мира это наше с вами свойство, то есть мы, согласитесь, что в нас тоже есть такое качество, мы хотим всегда что-то изменить. Ну, по крайней мере, хотели до того, как начали серьезно заниматься наукой каббала. А по мере нашего внутреннего развития мы все глубже понимаем, что не надо менять внешнюю картинку, не надо расценивать что-то как зло в том, что я ощущаю. А менять надо только себя, только свое отношение, только свой взгляд на ситуацию, только понимать процесс, в котором мы все находимся. И тогда мы увидим гармонию этой картинки всей в целом. То есть мы поймем, как она развивается от замысла творения до его полной реализации, и увидим, что есть какое-то дискретное состояние, как внутри меня, так и снаружи, которое мне кажется требующим исправления. И вот я свое свойство исправителя мира переношу на свойство исправляю себя, а не мир. Кстати, вот такое есть, ну, интересное наблюдение, я когда-то путешествовал и видел такую надпись на канале Волгодонском. Течет вода, Кубань, реки, куда велят большевики. То есть вы помните, у нас был такой целый период большой в истории, на самом деле тысячи лет, когда человечество пыталось весь мир подстроить под себя. Вот мне кажется, сейчас как-то у нас намного лучше понимание, что не надо исправлять природу, даже физическую нашу, такую природу нашего мира. Исправлять надо только человека, наши отношения. Конечно, это намного более благоприятно отразиться и в том числе на самой природе. Ну, еще один отрывок для концовочки. Если нам тогда плохие свойства сами превратятся в свойства добрые и полезные, какими изначально и задумал их творец, это подобно плоду, висящему на ветвях дерева, ожидающему и отсчитывающему дни и месяцы, которые должны миновать, пока он не достигнет спелости. И тогда каждому человеку раскроется и вкус, и сладость. Вот для того, чтобы нам почувствовать вкус и сладость, из любой ситуации, которая нам не нравится, в той ситуации, в которой мы сейчас находимся, конечно, она нам не нравится, ни внутренняя, ни внешняя. Нам просто надо действительно прийти к состоянию, когда мы почувствуем все творение в том виде, в котором задумал его творец, и себя приведем в состояние, в котором задумал нас творец. То есть придем сами в совершенное состояние. И тогда у нас изменится и действительность, и наши отношения, и мы почувствуем всю эту гармонию, все совершенство того, что у нас есть. А нам для этого остается только подставлять себя регулярно под воздействие Высшего Света, использовать нашу методику, развиваться внутренне, ничего не менять вокруг, изменять себя и приводить себя в совершенное состояние. Вот, приглашаю продолжать с нами вместе в нашей Академии эту работу, всех наших слушателей. Вот, пожалуйста, задавайте вопросы в комментариях, там же мы оставим ссылочку на эти отрывки. Читайте их, вдумывайтесь, насколько большая мудрость глубокая заложена в статьях Бальсулама, и насколько мы можем это применить к себе практически с огромной пользой и с большим-большим удовольствием и с радостью. Всего Вам самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok